Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч первого тура АПЛ Эвертон-Саутгемптон. Встречаются 10-я и 15-я команды АПЛ минувшего сезона. Обе команды хорошо начали сезон минувший, плохо его закончили. Эвертон в межсезонье покинул Карла Анчелотти, на его место пришел другой известный специалист Рафаэль Бенитес. И риски в начале минувшего сезона даже возглавляли таблицу АПЛ, но потом постепенно скатились в середину. Завершил сезон Эвертон разгромным поражением 0-5 на Этихаде, соорудив серию из 5-ти нулевых матчей к Риаду. Святые после нового года попали в глубочайшую функциональную яму, отхватив на Олд Траффорд 0-9. Благо очкового запаса команде Хазенхютля хватило для того, чтобы без проблем дотянуть до конца сезона. Как и Эвертон, Саутгемптон минувший сезон закончил крупным поражением 0-3 от Вестхэма. Однако в предсезонных спаррингах команда немецкого специалиста выглядела неплохо, выиграв три матча у Кардив-Сити, Солнце и Леванте. В очных матчах в этой паре гости побеждают очень редко. В последних десяти очных матчах только однажды Эвертон выиграл на выезде осенью 2019 года. Последние три очных матча были низовыми. Вообще, Эвертон достаточно удачно играет на Гудисон Парк против Саута, не зная домашних поражений в последних 16 очных домашних матчах. При этом команды, как правило, не пробивают планку в три гола за матч. Букмекеры фаворитом здесь ожидаемо ставят хозяева, но больше склоняются к условному счету 2-1. Здесь они, наверное, правы, поскольку три последних очных матча были низовыми у этих команд, а два последних – нулевыми. В последний раз Эвертон и Саутгемптон играли три нулевых матча подряд в сезонах 2014-2015 годов. А низовую серию из более чем трех матчей подряд соперники в очных матчах в последний раз выдавали в сезонах 2000-2002 годов. Тогда набралось аж шесть низовых матчей подряд. Сложно сказать, как Эвертон начнет под руководством новой метлы. Например, Тухеля в Челси все сразу заработала, как часы. Но так бывает далеко не всегда. Да. Судя по предсезонным матчам, Святые сейчас выглядят получше и здесь имеют шансы как минимум не проиграть. Эвертон в последних двух сезонах дома играл неважно. Всего 8,6 побед. В итоге средний процент домашних побед за последнее время у Ирисов упал до 50%. Что до результативности, то здесь команда дома продолжает тяготеть к низовым матчам. Последние четыре сезона играют дома не менее 10 низовых матчей. Средний процент 53,5. А вот что до обе забьют, да нет, то здесь 50 на 50. Поскольку последние два сезона был крен в сторону обе забьют, да. 11 матчей против 8, но обе забьют, нет. Смотрим теперь статистику Саутгемптона. Саутгемптон на выезде выступает традиционно, неважно, 45,6% поражений. При этом у команды наблюдаются качели. Например, в минувшем сезоне 11 выездных поражений, сезоном ранее только 6. То есть еще сезоном ранее снова 11 и еще ранее 8. Если продолжать этот ряд, то в этом сезоне Саут должен вписаться в 7-8 выездных поражений. Что до выездной результативности, то здесь святые тяготеют к веселому футболу. 53,5% на тотал больше, 51% на обе забьют, да. Причем на тотал больше последние три сезона на выезде Саутгемптон играет не менее 10 матчей. Из связки ставок тотал больше обе забьют, да, х2. Самый высокий коэффициент стоит на х2 1.95. На тотал больше 1.88, на обе забьют, да, 1.75. Конечно же, на роль оптимальной и самой ожидаемой ставки здесь ничего иного, кроме обе забьют, да, за 1.75 сложно придумать. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, здесь можно попробовать взять победу гостей за 3.95. Ставка выглядит на первый взгляд просто дикой, но уж больно давно святые не обыгрывали и рисок на Гудисон Парк. Ри Шарльсон наелся футбола на чемпионате Америки, где Бразилия впервые проиграла дома Аргентине финал. Рафа Бенитес будет пытаться построить игру команды по своей схеме, на это должно уйти какое-то время. У Саута же все на мази. Если Хазенхютль привел своих футболистов в чувство, гости могут серьезно озадачить хозяев. По крайней мере, в предсезонных товарняках святые смотрелись получше и рисок. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.